Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я уже ни разу, ни два, в принципе, вывешивал когда-то видео с видеоотчетами, фотоотчетами с похорон российских чмобиков. И всегда, знаете, что меня поражало? Нищета, в которой они жили. Это просто какая-то жуть и просто невообразимое какое-то существование, именно слово существование в каких-то... Я даже не знаю, как это назвать. Вот сейчас очередное, выставляем сейчас фото, фотоотчет, точнее, с похорон 21-летнего некоего Никиты, который чмобиком поехал, то ли добровольцем, я не вижу большой разницы, добровольцы, чмобики, одно и то же, да? Вот он поехал в Украину убивать женщин и детей, 21 год. Что у него в голове было, ну, что было в голове, понятно, алкоголь. Вот, он поехал, но что-то пошло не так, и назад его туда, в Карелию, в деревню, как это деревня, там, господи, прости, называется деревянная. Господи, прости, деревня деревянная. Ну и, судя по всему, умственная способность, вот, людей, которые там живут, и несоответственно, наверное, они посылают из Карелии в Украину своих чмобиков убивать женщин и детей. Что вы делали? Что ты делал из Карелии в Украине? Объясни мне. Непонятно, да? Но, тем не менее, они его послали за хорошей жизнью. Значит, заработать денег на убийствах и вернуться домой. И что? Вот посмотрите просто, я сейчас, ссылочка снизу, как бы, в описании к данному ролику. Посмотрите, как эти люди живут. Это я говорю, это уже не первый раз выставляю, и просто поражаюсь, ну, категорической нищете и убожеству. Опять, двухэтажные, вот стандартные их, как они там живут. Кстати, в Ленинградской области такого же дерьма тоже полно. Я же в армии там служил-то, я хорошо знаю. И в Карелии был, на учениях там были, ой-ой-ой, я там видел, перевидел. Ничего не изменилось. Вот, знаете, прошло, я в армии был 40 лет назад, да? 40 лет. Ничего не изменилось. Вот, как я видел, вот эти вот на учении мы туда ездили, эти все эти, господи, вокруг Петрозаводского, эти сортовалы, эти все, вокруг Выборга. Выборг, кстати, хороший, когда-то город был, потом его убили, ну, я имею в виду, убили фигурально, расисты, когда захватили у Финляндии. Вот, вот это все вокруг, Манчегорские эти всякие, ну, это жуть. Одним словом, это все жуть. Тогда было, это же, господи, 83-й год, вы же поймите тоже правильно. Вот, это была абсолютная жуть, абсолютная задница, попа мира, да? И вот сегодня эта попа мира осталась, то есть Путин их держит, знаете, нищими, голодными, убогими. Вот, этот барак перекосившийся, значит, вышли эти аборигены местные, значит, хоронить его, полупьяные, ну, там трезвых вообще никогда нет. Ну, я не видел там трезвых людей, вот, я не служил именно в Карелии, но на учениях мы там были постоянно. И трезвых я не видел никогда. То есть они, они с утра уже зарядились как-то там, самогоном каким-то, еще чем-то, пили вообще все, что горит, одеколоны не тадавили. Я так понимаю, что сегодня мало что поменялось, потому что если человек из-за безвыходяги прется добровольцем в Украину убивать кого-то, ну, значит, он живет очень плохо. Ну, и судя по жилищу, где он проживал, вот этот вот покосившийся барак, которому лет 60, а то и 80, вот, то жизнь у него была, скажем так, очень веселая. Путин ему создал веселую жизнь, судя по всему, как говорится, в обычных, в этих кредитах, микрокредитах, перекредитах, все как полагается у путинского наемника, ну, после чего, как говорится, поехал в Украину и закономерный финал, вот его хоронят, значит, собрались люди, посмотрели, пришли, ни один человек не знал, от чего он, что он делал в Украине, вот, ни один из этих людей, которые там собрались его хранить, взрослых, потому что этого мозгов нету, 21 год, да, ни один не смог бы ответить, а что он в Украине делал, какую он родину защищал, если Украина это чужая страна, ну, еще раз говорю, там кого-то о чем-то, я, насколько моя практика показывала, из тех времен, да, там кого-то о чем-то спрашивать, вообще бесполезно и бессмысленно, потому что люди вгашенные с самого утра, это один момент, да, и вот они его просто пошли, потом зарыли, на этом все, путь окончен, все, благодаря Путину, чувак родился при Путине, чувак вырос при Путине, и, как говорится, Путин его и отправил, закобзонил, все, отправил на концерт Кобзона, на этом все закончилось, вот так вот судьба человека называется при Путине, это еще один момент, и второй момент интересный, из Белгородской народной республики, из Белгорода, да, там тоже очень такой показательный момент, тетка выложила видео из своей квартиры, видео и фото, тоже у нас на телеграм-канале, там же можете посмотреть, как это выглядит, фото ракеты, прилетевшие через потолок дома, пробивший потолок дома, залетевший к ним в квартиру, ну, ребята, это зенитная ракета, это зенитная ракета, это даже не град, зенитная ракета, может быть, я не знаю, скорее всего, с Панцир-С, небольшого калибра совершенно, не взорвалась, она, кстати, должна самоликвидироваться, в случае, если она не попадает по цели, а у Панцира-С там, он только по вертолету может попасть нормально, все остальное, там у него большие проблемы с попаданием, там сплошное, там место попадания сплошное попадало, вот, вот, и они, она хочешь не хочешь попалила, вот, своих этих, своих этих, так называемых вояк, свое так называемое ПВО, потому что ракета ПВО, тупо залетела ей в квартиру, на ее счастье не разорвавшись, да, вот, дырка в потолке здоровая, все как всегда, и, вот, становится понятно, как именно прилетали вот те ракеты в Белгород, которые, вот, долбанули по центру города, конечно же, это были ракеты ПВО, многим хотелось, чтобы это были наши ракеты, наши ракеты, еще куда-то там прилетели, еще что-то там разбили, это второй вопрос, но конкретно вот это, скорее всего, было ПВО, потому что, если бы это были наши ракеты, они бы обязательно показали станки этих ракет, статки, и т.д. и т.п. А сейчас вот эта тетка глупая, которая выложила, это значит, сейчас еще и по шапке полудет, что видите, которая просто сфотографировала свою квартиру, и выложила, сейчас, конечно, ей дадут звездюлей, потому что, потому что контору попалила. Ха-ха-ха.